Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами заставила найти иной подход не только к сбору и вывозу мусора. Под пристальным контролем теперь еще и обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов. К полигонам предъявляются новые требования по безопасности, а контроль за исполнением экологического законодательства взяли на себя республиканские власти. В ходе рабочей поездки по Горномарийскому району глава республики Александр Евстифеев посетил полигон твердых коммунальных отходов в районе. Одной из важнейших частей национального проекта «Экология» является так называемая мусорная реформа. Благодаря ей предполагается существенно сохранить объем отходов, внющих на свалках и направить мусор на переработку. Полигон ТКО, который находится вблизи Казмодемьянска, эксплуатируется с 2014 года. От его экологической безопасности и технической оснащенности зависит многое. Глава республики особо отметил, что работа по организации сбора мусора должна быть удобно жителям и хозяйствующим субъектам. Поэтому так интересны сроки строительства современного комплекса по переработке мусора. Он будет обслуживать не только Казмодемьянск, но и весь Горномарийский район. Мы планируем поставить мобильный мусоросфортировочный комплекс. Какой? У нас сейчас в разработке три варианта. Ярославский, Воскресенский и Челябинский. К сожалению, я не знаю после пандемии, кто из них останется на рынке, но мощность ориентировочная 10 тысяч тонн в год. У нас по планам сортировка должна быть запущена не позднее четвертого квартала 2021 года. Поэтому в этом году осенью мы разместим заказ у одного из этих производителей. У них у всех примерно одинаковые характеристики. Вопрос только в деталях. На будущий год рассчитываем комплекс получить, привезти, смонтировать и не позднее четвертого квартала запустить. Глава Морел подчеркнул, что необходим подробный поэтапный план развития полигона и обратил особое внимание на пожарную безопасность. Прорабатывать вопрос таким образом, что будет выбран такой-то комплекс, сроки его поставки, вся подготовка, устранение всех возможных нарушений, типа загорелось, кто виноват, кто не виноват. Гореть просто не должно. Не моя задача виновата выскать. Гореть не должно. Задыхаться люди не должны. Вот это надо понимать. Тут обсуждать вообще нечего. Но и мы соответствуем общей федеральной позиции, это я обращаюсь ко всем, и к вам, в вашей части. К вам только в вашей части, а к вам в вашей части. Мы организовываем сбор, мы организовываем переработку. Вы это делаете, но мы с вами участвуем в выработке моделей и так далее. Если от нашего ресурса зависит дальнейшая реализация того, что мы перерабатывали, значит мы помогаем. Мы заинтересованы, чтобы бизнес был рентабельным, потому что я не верю в филантропство. Если бизнес будет нерентабельным, вы уйдете. Не наша задача менять собственника полигона каждый год. И очередь никто не стоит, и вопрос не стоит, что вы не устраиваете руководство района, города или республики, потому что есть кто-то другой. Не обсуждается тема кто-то другой. У меня призыв и требование одно. Давайте начинать работать, чтобы мы соответствовали современной политической воле и современным экологическим требованиям и нацпроекту «Экология». Открывая рабочее совещание, руководитель региона отметил, что надо в сжатые сроки найти грамотное, последовательное и осуществимое решение по сбору и дальнейшей переработке мусора и определить, какие шаги будут предприняты уже с сегодняшнего дня. Руководство города заверило, что проблеме пожарной безопасности будет уделено самое пристальное внимание. До сих пор мы понимаем до сегодняшнего дня, что до конца объект не потушен. Мы будем продолжать работать с ними и привлечем дополнительные силы, конечно же. Это оставлять ни в коем случае нельзя, так как в жаркую погоду идет хорошее задымление и при смене ветра идет весь дым на город. Отдельно глава республики обратил внимание на то, что часть мусора порывами ветра переносится на сельхозугодие. В этом случае надо задействовать необходимые структуры и привлекать виновных к законной ответственности. В первую очередь речь идет о собственниках. Надо, во-первых, предложить самому собственнику навести порядок, задокументировать это, фотосъемку, видеосъемку. Затем документируем предложение навести порядок. Если он этого не делает, то нанимаем организацию, которая придет, или физические лица, я не знаю, уберет этот разлетевшийся мусор, полиэтилен, я так понимаю. Это же сельхозугодие засыпает, но сельхозугодие не могут засыпаться таким образом. Минсельхоз привлекаете, Минприроды готов вам помогать. После этого мы насчитали сумму ущерба, обращаемся и взыскиваем к судебным решениям, к другим решениям. Но нет такого полномочного органа, который бы нам, без судебного решения, который бы нам позволил наказать не ради его собственности. Глава республики поручил подготовить проект соглашения, который четко регламентирует деятельность как властей города и района, так и собственника полигона. Там будут указаны конкретные сроки строительства комплекса, его емкость и эффективность. При этом о мерах пожарной безопасности забывать нельзя. Республика входит в число 30, я говорил на заседании правительства, 30 субъектов, которые в первый день пожары тушат. Но и не хватало еще, чтобы мы нерадимым хозяйственникам на пригородной территории пожары устраивали. Вот и все. Поэтому готовьте проект вашего, еще раз говорю, безденежного соглашения с собственником, где вы проговариваете его условия, график, когда этот мусоросортировочный комплекс будет поставлен. Он говорит о своих пожеланиях, а мы должны говорить о пожеланиях населения. Какая у него будет емкость, какая у него будет эффективность, в каком календаре этот график будет выставлен. В справке здесь написано, что у него есть намерение вложения частных средств и кредитных ресурсов на здоровье, в каком объеме, когда. То есть это все должно быть изложено, но главное мы должны понимать, что это не бесконечно. И 2020 год мы его не беспокоили по той простой причине, что в стране и в мире пандемии. Повторяюсь, сегодня все ограничения сняты, надо заниматься полноценным производством в данном случае. Работа по строительству мусоросортировочного комплекса будет завершена в следующем году. А встроен вступит в четвертом квартале 2021 года. Продолжение следует...